В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этой недели. Канализационные стоки попадают в главную питьевую артерию Рязани АКУ. Жители Песочни всерьез опасаются экологической катастрофы. Новые подробности истории о гибели лошадей. По мнению зоозащитников, руководители конного завода обманули власти контролирующие органы. Не заплатил налог, остался без отпуска. 7 тысяч рязанцев не поехали в этом году за границу из-за долгов. Игра со льдом. ЧП на озере в поселке Аликаново. Рыбак провалился под лед и около получаса провел в воде. Деньги, как известно, не пахнут, особенно когда они заработаны нелегально. Жители Рязани обратились в нашу редакцию с сообщением о процветающем в районе Дашково-Песочни незаконном бизнесе ценой в здоровье жителей города. Улицу Большую, по их словам, буквально атаковали осенизаторы. Машины с отходами туда едут ежедневно вереницами. Сливают жидкие отходы прямо в городской черте. Жители Песочни всерьез опасаются экологической катастрофы. Осенизаторы везут канализационные нечистоты со всех окрестных поселков и сливают их в люк, который скрыт в зеленых насаждениях. Все это в сотни метров от жилых домов. А грунтовая дорога накатана здесь лучше, чем некоторые городские. Очевидно, что незаконные осенизаторы ездят по ней регулярно. Вот он слился. А за то, чтобы в 20-м цеху я узнавал, чтобы ему вот это разгрузить, он должен заплатить 3 тысячи. 20-й цех утилизации. Это у нас идет в Турлатово. Очистные сооружения. Он, по идее, должен туда отвезти и все там разгрузить. Вот эта гадость. А здесь он бесплатно разгрузился. Понимаете, чистый доход. Деньги чистые. Разумеется, легче слить все содержимое бочек в первый попавшийся колодец. Не проходит и нескольких минут, как появляется еще один КАМАЗ с бочкой. Съехав с дороги улицы Большой, а не Вереницей, везут тонны канализационных стоков. За день, по словам местного жителя, сюда приезжают до 30 машин. Скинув сразу два шланга, водители сбрасывают отходы и уезжают за следующей партией. За час работы съемочной группы машина с этим госзнаком приезжала два раза. Говорю, с канализацией. Вы чем слушаете? С канализацией. Вы канализацию здесь снимаете? Да. Воду. Здесь запрещено сливать канализацию? Так запрещено. Все документы, все есть. Всего в нескольких метрах от колодца идет ручей. Вода в него поступает из песочинских прудов, а затем попадает в Аку. Его путь хорошо просматривается на карте со спутника. Сначала ручей попадает в искусственную канаву, которая имеет сообщение с Акой, главной питьевой артерией Рязани. Невооруженным глазом видно, что цвет воды в канаве мутный, зелено-коричневого оттенка, а на ее поверхности образовалась пленка. Вот только водители бочек с фекалиями утверждают, что сливы идут не в сторону Аки, а как в аномальной зоне, вверх по склону, и для очистки попадают в соседнее здание водоканала. На руках водителя есть якобы разрешающий на слив отходов здесь документ. Он его демонстрирует, показывает даже карту с пунктом приема, но выясняется, что карта вообще из другого места. А другой водитель и вовсе, увидев камеру, разворачивается и уезжает. Раз все здесь официально, почему так страшен журналист, не ясно. Продолжая путешествие по карте со спутника, хорошо видно, что канава с канализационными сливами впадает в Дядьковский затон. Здесь круглый год рыбаки сидят с удочками. А водоем в Дядькове проток и соединен с Новоселковским затоном. Там, где он впадает в Аку, расположена Окская водочистительная станция. Путь канализационных стоков завершается за моей спиной. Они впадают в Аку. И здесь же, в буквально нескольких сотнях метрах, располагается водозаборная станция. Отсюда питьевая вода поступает на весь Октябрьский район, а это половина города. Качество питьевой воды вызывает вопросы у жителей областного центра уже давно. Но на практике это выглядит гораздо страшнее. Поступающая в краны рязанцев вода из этого затона регулярно приобретает неприятный запах. В 2014 году рязанские власти даже поднимали вопрос о переносе водозабора из Дядьковского затона в другое место. Причина – большое количество органических соединений и отложений. Редакция телекомпании «Город» просит считать данный сюжет официальным заявлением для всех заинтересованных органов для дальнейшей проверки действий водителей и организации, которая занимается незаконным сливом фекалий. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Руководители Рязанского конного завода обманывают представители правительства и контролирующие органы региона. Такое заявление сделали рязанские зоозащитники. Борцы за справедливость нашли доказательства гибели как минимум 6 лошадей в ноябре, а также сообщили, что сейчас предприятие находится на завершающей стадии банкротства. По словам зоозащитников, теперь Владимир Храпов говорит о том, что не является исполнительным директором ООО «Рязанский конный завод», а занимается поставкой корма для предприятия. Анна Каляпина, чей адвокат выступал с оправдательными комментариями в тот момент, когда завод посетил министр сельского хозяйства региона, также не имеет отношения к данному предприятию. Она в сельском хозяйстве совершенно ничего не понимает, тем более не разбирается в коневодстве. И ей совершенно наплевать на судьбу этих лошадей. Анна Каляпина – это дочь хозяина Рязанского конного завода. На нее переписаны земельные участки, но вот именно этот участок и именно эта конюшня сейчас находятся под процедурой банкротства и на Анну Викторовну не переписаны. То есть это все лежит в открытом доступе. Как проверяющие органы, собственно, не удосужились этим воспользоваться, непонятно совершенно. Генеральный директор и учредитель предприятия Душутин Виктор Иванович. В прошлом судимый, что подтверждают нынешние волонтеры конного завода и другие наблюдатели. По словам бывших работников предприятия, именно под руководством этого человека завод пришел в упадок. Никогда лошадей голодом мы не морили. На моем веку, когда я работала, такого не было. Когда вы работали, там кто-нибудь вообще с лошадьми занимался, объезжали? А как же! У нас спортсменов было. Восемь человек спортсменов было на спортивном отделении, на отделении тренинга. Мы выезжали на соревнования, мы участвовали в испытаниях каждый год. Мы завоевывали клубки. И вот самый последний, при моей работе, в 2015 году, нас наградили в Москве Кубком Отечественного конного заводства на всероссийские соревнования «Гордость России». То, что мы, как лучший завод, производитель тракининской породы лошадей. По словам бывших работников завода, которые уволились в 2015 году, тогда лошади были упитаны. В среднем за год погибало не более трех голов. Сейчас же, после широкой огласки проблем предприятия, в новостях начали появляться оправдательные репортажи и статьи. Где говорится о том, что скандал с больными и погибшими лошадьми спровоцировали люди, которые хотят перекупить земли завода по бросовым ценам. На конюшне стоят лошади частных владельцев, арендаторов. И эти лошади кормились постоянно. То есть они не худые. Их выпустили, судя по последнему репортажу с участием министра сельского хозяйства, их выпустили в общий табун для того, чтобы разбавить вот эти вот кости. Самых худых, самых страшных или спрятали, или с ними что-то сделали, неизвестно. Но ни в репортаже не мелькнула кобыла с большой опухолью на ноге, с которой она ходит уже год, и ей не оказывалась ветеринарная помощь. Значит, не показали в репортаже самых худых лошадей. Это подсосные кобылы с жеребятами. У меня такое ощущение, что им показали не все поголовье. То есть им не показали самых страшных и худых лошадей, а именно маток тракенинской породы. Я там видела тяжеловоза показали, потом спортивную лошадь показали. А маток, такое ощущение, что правда их или утаили от них, от проверяющих, или же, как говорит Дмитрий Игоревич, что я смотрю, все лошади в порядке. Или он как зоотехник ничего не понимает, что ли. Зоозащитники также подтверждают, что в последних репортажах и восьмимесячные жеребята являются недокормленными, с виду им не более трех месяцев. Более того, активистам удалось подтвердить падение как минимум шести голов за ноябрь. То, что на этом заводе, не вызывает сомнений. Они пытаются юлить, говорят, что это на каких-то соседних конюшнях. Нет, там на фотографиях присутствует здание и внутреннее убранство, так сказать, данной конюшни. Значит, данная конюшня частная собственность, но это частная собственность ООО «Рязанский конный завод». По фото и по видеоматериалам, в том числе и вашей телекомпании, скажем так, видеоподтверждение падежа трех голов. По еще пяти головам подтверждение далее списочное в институте коневодства. В это же время, буквально на днях, Госдума увеличила срок по этой статье Уголовного кодекса с максимальным сроком лишения свободы до трех лет. Глядя на все происходящее, зоозащитники и неравнодушные люди не намерены сдаваться. Они переживают за общее наследие России, за тех лошадей, которые были привезены в Рязань после Второй мировой войны из Германии. Люди обеспокоены и тем, что последний потомок пепла – лошади, победивший на Олимпийских играх в 1972 году, в этом году погиб. Чтобы защитить оставшихся лошадей, зоозащитники сейчас обращаются к депутатам Госдумы, в прокуратуры, в суды. В это время рязанские казаки обратились к депутату Государственной Думы Наталье Поклонской, а также к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Настал тот этап, когда люди перестали надеяться на региональные министерства и ведомства, которых, по мнению зоозащитников и бывших работников завода, нынешние руководители предприятия сумели обвести вокруг пальца и пустить им пыль в глаза. Анна Герцовская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Дерзкая кража в центре Рязани. Двое молодых людей ограбили салон мобильной связи. Узнавшим злоумышленников гарантируют вознаграждение. Преступление выглядело так. В магазине на улице Первомайской молодые люди попросили показать популярный смартфон стоимостью 40 тысяч рублей. Когда девушка-продавец достала гаджет, один из посетителей выхватил его и бросился бежать. Полиция проводит проверку. Более 7 тысяч рязанцев не смогли выехать за границу в этом году из-за имеющихся долгов. Общая сумма их задолженности составила более 3 миллиардов рублей. Такие данные приводят в сайт судебных приставов. Напомним, с 1 октября изменились правила об ограничении на выезд должников за границу. Теперь запрет вводится, если сумма долга составляет от 10 до 30 тысяч рублей. Банк России проведет санацию Промсвязьбанка. 15 декабря Центробанк принял решение провести процедуру финансового оздоровления в Промсвязьбанке. Банк России принял решение о вводе временной администрации и его оздоровлении по новой схеме с участием Фонда консолидации банковского сектора, говорится в сообщении регулятора. Это означает, что банк продолжит работу в привычном режиме. В Рязанской области работает 5 отделений банка, 4 в Рязани и 1 в Касимове. Пасмурная и теплая погода не дает льду на водоемах окрепнуть. В МЧС предупреждают, выходить на лед опасно для жизни. Но любители зимней рыбалки в этом случае играют не с огнем, как в известном выражении, а со льдом. Каждую неделю в СМИ появляется информация о провалившихся под лед рыбаках. Не все истории имеют счастливый конец. С начала зимы уже несколько случаев гибели. В пятницу рыбак провалился под лед на озере в поселке Аликаново. Сигнал о терпящем бедствии рыбаке поступил в пожарную часть поселка Мурмина из центрального пункта связи города Рязани в 9.20 утра 15 декабря. Спасатели сразу же выдвинулись на место происшествия. В этот момент на озере в поселке Аликаново уже вовсю разворачивалась борьба за жизнь тонущего рыбака. На помощь ему пришел еще один любитель подледной ловли, который только приехал на водоем. Я тоже зашел на лед, а он пошел дальше и посередине озера провалился. Я подбежал ему, забурил бур, привязал его к буру и побежал в деревню за людьми. Люди пришли, прибежали хорошо, отозвались, принесли веревку метров 30, лестницу. И мы втроем вытащили его на лед. Рыбак среагировал, который помогал ему очень оперативно, не испугался. В первую очередь, что похвально, что у него были с собой средства спасения, это элементарная веревка. Он подошел, забурил бур рядом с терпящим бедствием человеком, завязал ему петлю на руку и привязал к буру, чтобы человек просто не утонул. По приблизительным подсчетам, пострадавший провел в воде 20 минут. После того, как его вытащили на лед, к месту происшествия первым подоспел пожарный расчет из Мурмина. Первую помощь ему оказали, люди сняли с себя куртки, чтобы его согреть. Потому что, знаете, вода холодная сейчас, и переохлаждение человека может привести к смерти. Ребята, наши пожарные, взяли боевку и тоже украли боевку. То есть бывая одежда, которая у них находится в расчете. С начала нынешнего зимнего периода это уже второй подобный выезд для этого пожарного расчета. Для первичной помощи утопающему каждый пожарный автомобиль оборудован лестницей и другими спасательными инструментами. В расчете у нас находится спасательный круг, конец Александрова и спасательная веревка, пожарно-спасательная веревка, длина которой 30 метров. То есть эти все средства первичные мы применяем для спасения людей на воде. Сразу же после приезда пожарных на место прибыли спасатели, глава поселения, а затем и другие оперативные службы. В состав бригады спасателей обязательно входит медицинский работник. В их автомобиле имеется все необходимое оборудование для работы на воде и под водой, акваланги и специальная одежда, а также сухие вещи для потерпевших. Сразу спасатели его переодели в сухую одежду и посадили отогревать в автомобиль. После этого подоспевшая бригада скорой помощи доставила потерпевшего в Рязань в БСМП. Сейчас мужчина 49-го года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии. Стоит сказать, что в любой чрезвычайной ситуации на воде все службы готовы немедленно реагировать на происшествия. Лишь только самим людям остается быть предельно внимательными, чтобы не оказаться в трудном положении. В последние дни в Рязанской области заморозков практически не было. Всем любителям подледной ловли нужно дождаться лучших времен. Я думаю, что рыбакам сейчас не стоит до мороза выходить на лед. Коло берега лед нормальный, а промоины есть посредине озера. Лед тонкий и промоины. Так что можно утонуть. На глубине лучше не ходить рыбакам. Так что я советую рыбакам пока придержаться до мороза. Главное управление МЧС России Рязанской области также в очередной раз напоминает, что лед становится крепким, когда его толщина составляет не менее 12 сантиметров. И даже в этом случае все рыбаки должны иметь при себе средства спасения. Хотя бы элементарные длинные веревки с грузом, чтобы спасти себя или товарища. Заряженный мобильный телефон и другие предметы, которые помогут сохранить вам жизнь. Например, нож или гвозди, которыми можно зацепиться за лед, чтобы выбраться из воды. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». В городах России складывается мнение, что отопление за сезонами просто не успевает. Автономные котельные, которыми усердно застраивают город, не справляются с объемами тепла. Людям ничего не остается, как устанавливать в своих квартирах обогреватели. Ведь батареи зимой остаются холодными. А у горожан создается впечатление, что из года в год в сфере подачи тепла ничего не меняется. Ситуацию выяснял Валерий Седов. Две городских ТЭЦ и около 300 котельных в Рязани осуществляют теплоснабжение жилья. Правда, в развитии этой системы за последние годы наблюдаются явные перекосы. В настоящий момент практически все новостройки подключают именно к индивидуальным системам отопления или котельным. За последние годы в городе 95% новых домов стали обеспечиваться теплом от автономных источников теплоснабжения. При этом с изношенными котельными каждый год происходит одна и та же история. Задержки в подаче тепла из-за долгов за электроэнергию и газ, сбоев из-за износа оборудования. Как результат, люди живут в холодных квартирах. Жители дома номер 3 на улице 3 Бутырки, который подключен к изношенной котельной, знают об этом не понаслышке. По их словам, перебой с подачей тепла существует с момента заселения в дом. Зимой батареи вечно холодные. Такая проблема не единичный случай. Ежегодно в редакцию местных средств массовой информации поступает множество жалоб на недогревы. Многие обращения касаются котельных, число которых за последние несколько лет в Рязани заметно увеличилось. Правда, их массовое появление сопровождается проблемами с качеством услуг. По мнению специалистов, через 7-10 лет износ оборудования котельных неизбежно приведет к кризисной ситуации, когда перед ТСЖ встанет проблема многомиллионных затрат на ее капремонт. Сегодня в схеме теплоснабжения Рязани, которая разработана администрацией областного центра, существует список из более чем 40 муниципальных автономных котельных, чей срок службы практически истек, а оборудование в них уже не способно вырабатывать качественное тепло. В этой схеме, утвержденной Министерством энергетики России, предусмотрена ликвидация изношенных котельных и переключение домов на централизованное теплоснабжение. Изношенная котельная, которая отапливает дома в микрорайоне Бутырки, также включена в схему теплоснабжения для ликвидации, а ее дома будут переключены на централизованные теплосети. Но ждать и мерзнуть людям придется еще очень долго. Будут они подключены к центральному отоплению от электростанции, что и предусмотрена схемой теплоснабжения города Рязани, которая утверждена и должна действовать. Я говорю должна, потому что там мероприятия есть, которые должны быть сделаны в 2016, 2015, 2017 году, они почему-то отстают. Их никто не отменяет, но они отстают, но нет денег, как обосновывают. Чиновники лишь подтверждают мнение о проблемах с финансированием и медленными темпами ликвидации изношенных котельных. Да, в настоящее время у нас есть недостаток финансирования по муниципальному предприятию тепловых сетей. Для того, чтобы заменить все сети в городе Рязани, необходима сумма порядка нескольких миллиардов рублей. У нас первая очередная задача на сегодняшний день является не ликвидация и закрытие котельных, как приведение в нормативное состояние тепловых сетей магистральных в первую очередь. Это самый болезненный вопрос у нас в городе, поэтому в первую очередь мы будем заниматься ремонтом сетей, когда мы приведем их в более-менее нормальное состояние. После этого мы начнем заниматься, будем быть, уже закрытием и реконструкцией котельных. Проблему с автономными источниками тепла частные собственники решают просто. Стараются передать их на баланс РМПТС в надежде на ремонт за счет и без того скудного городского бюджета, поскольку у жильцов многоквартирных домов денег на ремонт котельной тоже нет. Так случилось с котельными ряда домов на улицах Новоселов, Циолковского, улиц Связи и на Ленинского комсомола в Солочи. К тому же недостатков у автономных котельных тоже достаточно. Первый недостаток я назвал, это то, что сжигается дополнительное топливо. Ресурсы нашего топлива, наверное, не беспредельны. И второй, то, что это взрывоопасность, я вам назвал. И третий, это то, что при автономной системе, для автономных котельных и любых котельных происходит выброс вредных газов, которые загрязняют атмосферу. Сергей Лазутин, редактор сайта газеты «Комсомольская правда». Сейчас основательно занимается проблемами городского теплоснабжения. Расследование началось два года назад и продолжается до сих пор. За все это время целые сотни жалоб от горожан. Частные и муниципальные котельные, которые отапливают дома, стали предметом пристального изучения журналиста «Комсомолки». Через 10 лет неминуемо изнашиваются. То есть у них такой срок службы. То есть для жилого фонда 10 лет – это очень небольшой срок. Во многом зависит от того, насколько она добросовестно эксплуатируется. Бывает так, что та организация, которая эксплуатирует котельную, она не занимается оборудованием, не следит за ним, не обновляет, не ремонтирует. По мнению целого ряда специалистов в сфере теплоснабжения, процесс массового подключения новостроек исключительно к котельным или оснащение их по квартирными котлами тормозит развитие городских тепловых сетей. Новых потребителей у муниципальных теплосетей нет. А значит и денег на их модернизацию в бюджете тоже не будет. Поэтому для города было бы лучше поменьше строить автономные котельные, а властям обратить внимание на модернизацию труб централизованной системы отопления. Новогодние праздники в Рязани стартуют 16 декабря. Об основных массовых новогодних мероприятиях рассказал глава администрации Рязани Сергей Карабасов. Он пригласил рязанцев 16 декабря в 16.00 на площадь Победы. Здесь торжественно зажгут главную новогоднюю ель. Три главных катка города расположатся на Лыбецком бульваре, площади Победы и Московском шоссе. Там оборудуют трибуны и организуют небольшой прокат коньков. Зальют катки, когда температура опустится до минус 3 градусов. Кроме того, на Лыбецком бульваре установят хоккейную коробку. Не будет льда, коллеги. Будем играть в футбол, что-то зимнее, снежки. Но будем надеяться, что нам удастся поработать. 25 декабря рязанцы получат новогодний сюрприз. В 6 вечера стартует парад Дедов Морозов, который будет проходить под звучание духового оркестра. В этот же день состоится открытие резиденции Деда Мороза. Открытие резиденции отметят включением звездного неба на улице Почтовой. Длина 350 метров позволяет нам максимально использовать улицу Почтовую для проведения всех городских мероприятий. С 26 декабря юные рязанцы смогут прокатиться на упряжке с оленями и собаками породы хаски. 28 декабря на Лыбецком бульваре состоится арт-елка, где будут представлены альтернативные виды новогодних деревьев. 30 декабря в Мемориальном парке пройдет вечерняя новогодняя лыжная гонка. У нас 5 лыжных трасс в городе традиционно. Особое внимание мы сейчас уделяем Солочи в районе Лысой горы. Есть поваленные деревья, которые мы планируем и в настоящий момент убираем. В новогоднюю ночь рязанцев ждут гуляния на Площади Победы. Программа стартует в 23.30-31 декабря. Завершится празднование фейерверком в 2 часа ночи. Ни один Новый год не обходится без красивой и пушистой елки. Каждый выбирает сам искусственную красавицу наряжать или приобрести настоящую хвойную ель или сосну. Важно украсить ее в цвета наступающего года, чтобы удача и благополучие не покидали дом. Исходя из того, что символ 2018 года – желтая собака, то украшать дом необходимо в желтых цветах. Это может быть шафран, горчичный, коричневый, песочный, золотой, оранжевый и другие оттенки. То же самое касается елочки. На следующий год вообще есть тенденция оформления елок в теплых тонах. То есть надо отдать предпочтение золотому цвету, красному, можно коричневому, оранжевому. То есть такая традиционная елка, она в принципе подойдет. На новогоднем дереве присутствуют не только игрушки, но и гирлянды, мишура, бусы с лентами. Наряду с классическими деревьями людям нравится выбирать и необычные ели. У нас очень часто заказывают. Мы делаем оригинальные композиции, мы делаем ели ручной работы. Опять же, вот из этой вот ели Нобелес, они могут быть любой формы, любого размера. У нас были тут же кованые ели, то есть металлические, они были с нашими нитками, очень интересные. Несмотря на рекомендации и модные тенденции, конечно, прежде всего стоит руководствоваться тем, что подскажет вам сердце. Ведь праздник настолько семейный и душевный, что главное вложить собственное тепло в каждую деталь. Разнообразие игрушек, стеклянные, керамические, деревянные, тканевые, просто поражает. Фантазии дизайнеров тоже. Остается только выбирать и творить чудеса своими руками. Касимов стал площадкой для съемок фильма о Великой Отечественной войне, предательством, проблемах выбора и любовь. Все это можно увидеть в истории, съемки которой проходят в эти дни. Репортаж прямо со съемочной площадки в следующем сюжете. В Касимове снова снимают кино и снова о войне. Обстановка военного времени к лицу центру Касимова. Такой городок трудно отыскать. С Дома детского творчества свисают стяги со свастикой, а площадь оккупировали люди в немецкой форме. Остаться в живых. Так называется новый фильм известного режиссера Андрея Малюкова. Смею надеяться, что в большинстве моих картин присутствуют какие-то, по крайней мере, мне так кажется, ироничные нотки. Иногда веселые нотки. Мне так кажется, что это никогда не мешает восприятию серьезного пласта взаимоотношений между людьми. Режиссер Андрей Малюков снял более 25 фильмов. Среди них полюбившийся зрителям в зоне особого внимания, спецназ «Мы из будущего», «Грозовые ворота», «Матч» и «Диверсант». На площадке руководит второй режиссер, а главный, Андрей Малюков, расположился в вагончике. Там на двух мониторах видно все, что происходит в кадре, и как с «Капитанского мостика» раздаются команды по рации. В фильме заняты как известные актеры, такие как Михаил Пореченков, так и молодые, но за их плечами не один популярный кинопроект. Главного героя играет Егор Корешков. Он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Горько», «Психологини», «Отель» и «Леон братья», «Че», 80-е. Андрей Малюков абсолютно уверен, что еще не раз вернется в Касимов, чтобы снова снимать кино. Раньше он предпочитал вести старинные съемки в городе Елец, но Касимов ему приглянулся больше. Марина Лебедева, Александр Лапин, специально для компании «Город». На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok